здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава межпатин огромное количество материалов как всегда ничего не успеваем поэтому я постараюсь хотя бы сегодня чуть короче чтобы пройти несколько тем в главе межпатин тора перечисляет множество законов среди них один очень известный и я думаю все его знают это трижды повторяющийся в торе закон запрет смешивать молочную и мясную еду вместе три раза повторяется этот закон очевидным образом он указывает на то что это какая-то исключительная важность нельзя такую смесь варить вместе получать с ней удовольствие даже на если полу и уже сделано и так далее кроме того молочные мясные продукты пусть самые самые кошерные сами по себе нельзя есть вместе только раздельно и после этого это с интервалом есть интересная особенность продолжительность этого интервала зависит от того что идет первым если сначала поесть мясо то нужно согласно строгому мнению 6 часов 36 ну там минимум три часа подождать пока можно есть молочное а вот если съел молочное то в принципе можно почти прополоскал рот и кушать себе спокойно мясной в символике кабалы молоко его белый цвет соответствует хеседу доброте милосердию а мясо наоборот его красный цвет это категория гура силы строгость хеседа гура это основные наши эмоциональные силы она дает нам многообразие тассы в той или проявлениях чтобы были разные люди если процесс вот общения нашего под посредством которым мы с людьми взаимодействуем вот с этого вот чтобы я сказал есть каббалисты делают вывод если в процессе общения сначала задействовать строгость вот в разговоре там начал сразу а тут же создается барьер и дистанция в силу которых даже последующая доброта и дружелюбие будут восприняты только очень после длительного интервала а если сначала проявить доброту то уже знаете легче будет работать с человеком уговаривать его или как-то подсказать ему какую-то вещь еще написано если купишь раба там мои 6 лет он будет служить а на седьмой выйдет на свободу без выкупа а если заявит раб люблю там господина и так далее не выйду пусть придет к двери там и тогда приколит ухо ему длинный такой один выдающийся раввин рассказал что будущее еще молодым человеком сидел однажды бейдмедраше учился там до глубокой ночи и тут он услышал что кто скрипнула дверь и кто-то зашел и потом она опять вышла дверь и кто-то вышел и он сказал что ему стоило неимоверных усилий не повернуться и не посмотреть кто это был который видел как он трудяга такой и праведник трудится над святыми книгами такой поздний час это очень трудный соблазн как бы как бы его объяснить произвести впечатление понравится другим то есть жизнь превращается полу спектаклю вот почему мы сейчас говорим о рабстве рабства нет уже вроде где там это рабство рабовладельческая эпоха ушла в лету но это не совсем так во многих отношениях эта эпоха живая она сохранилась внутри нас нашей рабской психологии когда мы вот утром человек встает и говорит спасибо тебе всевышний что не сделал меня рабом надо спросить себя а я раб или не раб действительно ли мне все равно например что думают обо мне другие или когда я что-нибудь делают в первую очередь стремлюсь понравится кому-то и вообще правильные какие-то вещи делаю не обращаю внимание на других 10 так то замечательно а если все-таки есть о чем подумать тогда надо понять что много можно не отличаться от раба люди сейчас стремятся на красивый троп молитву хорошую это все замечательно даже учиться всю ночь это еще более замечательно но если это не ведет к чему к внутреннему закабалению то человек не должен зацикливаться зашуриваться от того что кому-то понравится кому-то не ты никогда все равно никому не понравишься когда незаметно отдаешь какие-то тренировка какая каббалисты отдавай какие-то вещи деньги незаметно не показывает ничего например вот я всегда рассказывал меня есть я много-много лет уже в дети мои так делают я подхожу к стене плача хочу дать какую-то 10 шекелей 100 шекелей я не знаю что это я никогда почти ну за редчайшим исключением не даю людям руки я беру какую-то книжку там которая лежит вставляю эту денежку и оставляю ее теперь уже пусть бог распределяет кому она должна попасть но я не вижу того кому я дал это считается самая правильная самая крутая форма это когда ты незаметно отдаешься например нуждающемуся какие-то свои деньги или пожертвования никто не будет восхищаться твоим поступком ты не сможешь никому понравиться кроме бога а вот это уже совсем другое еще надо запомнить одну вещь чтобы правильно понимать ситуацию рабин нахманск из браслова сказал великие слова в различных событиях происходящих с человеком каждый день скрыт зовущий его голос бога тихий нескромный в каждом событии поймите это браха вы от слаха